Ученики православной школы при храме Рождества Христова не знают, кому жаловаться. Открытие своего учебного заведения им пришлось встречать в верхней одежде. Энергетики отказались отапливать церковное заведение в долг, рассказывает Алексей Федореев. Детскому хору не повезло. Ребята вынуждены выступать в легкой праздничной одежде. Зато большинство зрителей в куртках и шапках. Новое здание православной школы осталось без отопления. Храм Рождества Христова задолжал энергетикам крупную сумму. И те отказались поставлять тепло. Открытие школы переносить не стали, но работать в духовное учебное заведение начнет намного позже запланированного. Это все-таки дети. Здание холодное. Время у нас года, уже зима идет. Здоровье детей будет ухудшаться. Простудные заболевания будут увеличиваться. Неудобства и дискомфорт в занятиях будут проявляться. О проблеме было известно и во время недавнего визита в Красноярск патриарха Кирилла. Напомню, именно тогда храм открыли для богослужений. Однако вопрос с отоплением отложили на потом. В результате дети, так долго ждавшие праздника, остались без него. В то время, когда пребывал столь высокий гость на территорию Красноярскую, Красноярской митрополии, еще погодные условия позволяли каким-то образом совершать богослужения и находиться в этом здании административно-хозяйственном в то время. Вот сейчас ситуация погодная меняется, естественно, мы ее осро ощущаем. Пока церковь и энергетики решают проблему, детям придется ездить на уроки в православные школы других районов. Алексей Федореев, Николай Чистяков, Новости ТВК. И проблемой тепла в православной школе обещал заняться лично митрополит Красноярский Ачинский Пантелеимон. Сегодня он в честь праздника покрова Пресвятой Богородицы встретился с красноярскими верующими. Он рассказал об истории праздника, а также ответил на вопросы журналистов. По его словам, решить вопрос со школой несложно, однако нужно время. Затянули, признался владыка. А также помешали мелкие технические недоделки, которые сейчас устраняются. Так что, я думаю, тепло будет и в храме. А как? Другого быть не может. И, конечно, в школе. А школу мы начнем эксплуатировать с детками, с педагогами, наверное, с 1 сентября 2013 года.